Многие женщины стремятся рожать под гипнозом. И даже можете ощутить поддёргивание отдельных мышц. Если мы в родах себе это позволим, то мы будем рожать хорошо. Всем привет! А с вами Ольга Суворова и мой канал «Мамино счастье». Это канал, на котором я вас учу быть счастливой мамой. И не только счастливой мамой, но и счастливой женщиной. Итак, сегодня мы с вами поговорим о гипнозе в родах. Ко мне пришли наши гости. Это Аня. Кстати говоря, Анечка у нас ждёт четвёртого малыша. Собирается рожать естественным путём после трёх кесаревых сечений. Настрой у неё реально просто крут. И тема гипнородов ей тоже очень интересна. И Эльмира. У Эльмира нам предстоят вторые роды. И сейчас мы узнаем, интересно ли будет Эльмире тема гипнородов. Насколько я поняла, Эльмира об этом ещё не слышала. Нет, не слышала. Так, вкратце. Такие какие-то теоретические общие понятия гипнозе в родах. Ну что, мы сегодня будем проводить наш урок в виде беседы. Для того, чтобы вам было понятно то, что беспокоит наших девушек. Или то, о чём они хотели бы узнать. Ну что, какие у вас есть вопросы? Вообще такой вопрос. Ань, вы когда-нибудь слышали о гипнородах, о гипнозе в родах, применении гипноза? Да, я читала книжку про гипноз в родах. Но техники не смогла себе применить. Описанные техники. Но книга была вам интересна? Очень интересна. Хотя я не собиралась рожать. Не знаю, зачем я её купила. Ну, в общем, я её прочитала ещё до беременности. До моей четвёртой беременности. То есть я ей прониклась. Мне было интересно понять, как это вот. Ну, это же не только в родах можно применять. Это можно в кресле зубного врача. Можно тоже так же, я так думаю, применить эту технику. Вот. Мне было интересно понять. Но почему-то вот именно практической применении мне не удалось. Ага. Хорошо. Ну что, давайте тогда в этом разбираться. Само понятие гипноза в родах, оно существует достаточно давно. У нас в России гипноз в родах достаточно популярный. И многие женщины стремятся рожать под гипнозом. Почему так хорошо рожать под гипнозом? Потому что это экологичный метод обезболивания. У него нет никаких противопоказаний. Нет никаких побочных эффектов, в отличие от медикаментозного обезболивания. Когда мы пытаемся женщину ввести в гипноз, то мы позволяем ей войти в трансовое состояние, в то знакомое для неё трансовое состояние, в котором она пребывала, не знаю, каждый день, пребывает каждый день несколько раз в день. Наша природа сама по себе вводит женщину в трансовое состояние. Но просто женщина не всегда позволяет себе в это состояние войти. Что такое трансовое состояние? Это состояние, когда мы с вами, когда у нас с вами отключен разум. Ну, например, когда мы с вами только засыпаем. Вы понимаете, что всё, вы засыпаете, вы чувствуете тяжёлое своё тело и даже можете ощутить подёргивание отдельных мышц. Наше трансовое состояние – это то состояние, когда мы с вами просыпаемся, когда мы ещё не ощущаем нашего тела, но при этом наш разум уже проснулся, и мы начинаем кое-какие моменты анализировать. Трансовое состояние – это то состояние, когда мы с вами на автопилоте, садимся в автобус, выходим на определённые обстановки, когда мы с вами останавливаемся на красный свет, переходим через пешеходный переход. При этом мы не анализируем, что мы делаем, а думаем о чём-то другом. Мы говорим, что я делаю всё на автопилоте. В моей практике был такой случай. Рожала девочка по УМС. Я была в роддоме по контракту, мы рожали. Я девочку уже перевела в послеродовое отделение своё. И вот иду, и идёт мне навстречу заведующая патология. Она в тот момент работала дежурным врачом. Она подходит ко мне и говорит, «Слушай, Оль, помоги, у меня лежит девчонка под эпидуральной анестезией, так не хочется ставить окситоцин, как бы стимулировать роды». Но она не рожает. Она вот уже несколько часов стоит на одном месте, у неё открытие. Я говорю, ну чем я могу помочь? Только если отключить ей разум. Подхожу к ней, смотрю, она сидит в телефоне, переписывается с мамой. Я говорю, что ты делаешь? Она говорит, я общаюсь с мамой, переписываюсь с мамой. Я говорю, а ты поспать не хочешь? Она сказала, нет, не хочу. А тебе больно? Нет, мне не больно. А рожать ты хочешь? Она говорит, ну не знаю. Причём у неё уже не было около плодных вод, то есть рожать нужно. И было практически середина, там, по-моему, 3-4 см открытия было. И вот я ей говорю, а давай мы с тобой поспим? Она говорит, ну давайте поспим. Девчонка прям молодец, соглашалась со всем, всё, что ей не предложишь. И мы стали с ней расслабляться, мы ушли на дыхание, мы ушли на расслабление. И тут она выныривает из сна, она уже начала засыпать и говорит, я сейчас скажу маме, что я спать пошла. Я говорю, хорошо. Она написала маме, что она позвонит ей потом, после того, как родит, отключила телефон. И вот при помощи гипноза, то есть при помощи того, что я её уводила в какие-то картинки, уводила в то, что она может чувствовать, в её ощущения, в её расслабление. Она у нас уснула. Она реально уснула настолько, что даже где-то засопела, засопела. Головка на бок у неё повернулась, нижняя челюсть у неё отвалилась. Вот, я говорю, ну всё, она спит, говорю, начнутся потоки, она проснётся, потому что опять-таки мы её на это запрограммировали. Я ей сказала, когда захочешь по-большому в туалет, начнутся потоки, ты проснёшься. Вот, и я уже пошла за вещами, возвращаюсь в эту палату, в предродовую, и смотрю, у меня доктор сидит вот с таким ужасом, смотрит на эту женщину. Я говорю, что случилось? Она говорит, она у нас проснётся. Я говорю, конечно, проснётся. И спустя два дня мы встретились с доктором на дне открытых дверей в роддоме. Она бежала и говорила, Оля, слушай, это круто. Мы родили через три часа. Она проснулась, реально уже на полном открытии, уже голова была низко, и мы родили. Вообще это просто классно, да? То есть у нас не все врачи в это верят, но тем не менее, ещё раз говорю, да, если мы работаем, то это работает. То есть девчонка рожала по ОМС. Если бы она знала техники самогипноза в родах, то она бы без меня могла прекрасно справиться. А как вообще в российских роддомах относятся к родам по гипнозу? Я думаю, что доктора будут удивлены. Они будут удивлены. Вот. Но знаете как? Я всегда говорю, что мы в родах, если мы находимся на таком в трансовом состоянии, позволяем себе уйти, то мы можем необычно звучать, мы можем рычать, да? Мы можем необычно двигаться. И для классического рода вспоможения, конечно, это будет необычным. Доктора иногда пугаются, акушерки пугаются. Поэтому, если, допустим, акушерка или доктор подходит и говорят, что с тобой что-то не так, нужно просто спокойно сказать, всё хорошо мне от этого лучше. То есть успокоить доктора, что на самом деле вы себя хорошо чувствуете. Ну, может быть, будут смотреть с какой-то опаской, ну, что-то какая-то диковинка. Но если они будут понимать, что с вами всё в порядке, я думаю, что они вас выдергивать оттуда не будут. Ещё такая история была по поводу того, что нужно отключать разум родов. Из моей практики тоже мы рожали, у нас были долгие роды. Ну, как долгие роды? У нас, у моей девочки, было до родовое излютие около плодных вод, и мы у нас была выжидательная политика, мы ждали, пока у неё сами начнутся схватки. Мы рожали, то есть, ну, можно сказать, да, рожали 12 часов, и с утра поступила параллельно девочка, она рожала по контракту с врачом, который утром, в которой были программированы роды. То есть ей доктор вскрыл плодный пузырь и, в принципе, дальше запустил её в роды. У неё стояла эпидуральная анестезия, стояла у неё оксидацина, при этом открытие тоже никак не шло, вообще никак. И уже, то есть девочку запустили в роды, наверное, часов 8 утра, это было время часов в 6 вечера, вот, и роды не шли, то есть слабой страдовой деятельности, упорный, оксидацин не помогал. И доктор подошёл к заведующему дому, он говорит, ну что, давайте оперировать, по-другому больше никак, вот просто никак. Ко мне подходит заведующая, мы с ней как раз рожали, она мне говорит, Оль, ну давай что-нибудь сделаем. Я сказала, ну окей, только вы мне не мешаете, что бы я ни делала. Я когда подошла к этой девочке, она лежала, то есть ей не было больно, у неё было такое напряжённое лицо, напряжённые все мышцы, и она смотрела в одну точку, вот реально, всё время смотрела в одну точку. Я к ней подошла спокойно, говорю, ты пила? И я понимаю, что у неё в бутылке всего отпито, ну не знаю, там грамм 50. Я говорю, ты пила? Она говорит, я не хочу. Я говорю, а ты ела что-нибудь? Она говорит, я не хочу. Я говорю, ну я не поверю, что женщина рода, которая там даже не завтракала, и к 6 вечера она не хочет есть. Согласны? Да, то есть я говорю, я не поверю. И вот, а у меня как раз ребята рожали, они заказали пиццу, у них была пицца, они поели, вот, и я попросила у них пару кусочков пиццы, я сходила в отделение патологии, забрала всю её воду оттуда из отделения патологии, она у меня попила, сделала ей тёплого чая, вот, и сказала, а какой у тебя есть любимый фильм? Она сказала, о любовь и голуби. Я говорю, а давай мы сейчас его включим, и мы будем смотреть. И вот мы включили этот фильм, я выключила свет, да, то есть создала условия тепло, темно и тихо, я приглушила работу кардиотографа, то есть КТГ у нас очень-очень тихо стучало, и прикрыла дверь, и доктору сказал, не трогайте её 2 часа, то есть не включайте свет, не дёргайте её, да, не шумите вокруг неё, то есть не говорите громко. И практически через 2 часа она у нас родила, то есть у неё пошло открытие, да. То есть вот как работает отключение мозга, вот зачем нам нужен гипноз в родах, который помогает просто отключить наш разум, снизить нашу мыслительную способность. Если мы в родах себе это позволим, то мы будем рожать хорошо. Если мы в родах анализируем, что сказал доктор, кто к нам пришёл, какое вокруг оборудование, то, естественно, это будет наоборот усиливать болевые ощущения и тормозить наши роды. Ну, особенно, мне кажется, датчик КТГ, это вообще такое, он постоянно держит на пульсе. Он же, ну, сердцебиение, да, напряжение такое даёт. Как к нему относиться? Если мы, как бы, понимаем, что вот у нас такое мышление, что мы говорим, вот я не хочу КТГ, да, я против КТГ, и, в принципе, он мне будет мешать, он мне будет двигаться, то действительно он будет нам мешать. Но если я говорю, что КТГ, датчик, он тебе никак мешать не будет. У него достаточно длинный шнур, да, то есть ты можешь занимать удобные позы, ты можешь звучать, ты можешь, я не знаю, двигаться так, как тебе удобно, и он реально не будет мешать. Тогда женщина будет на него просто обращать внимание. То есть мы снимаем просто фокус нашего мышления с КТГ, и он нам перестаёт мышлять, как бы, да, мешать рожать. Это опять мы о чём, да, мы снижаем внимание нашего головного мозга, вот именно на этом, не фокусируем это внимание, и мы дальше нормально рожаем. Ну что, сейчас мы с вами попробуем немножко помедитировать. Мне очень хочется, чтобы вы услышали ответ вашего тела на ваше расслабление, на расслабление вашего разума. Хорошо? Попробуйте прям почувствовать, насколько лёгкий у вас вдох, выдох, почувствовать каждую мышцу, как она расслабляется, как оно, это изнутри. Хорошо? Для того, чтобы вам было проще отключить свой разум, нужно создать условия 3Т, тепло, темно и тихо. У нас яркий свет, к сожалению, я не могу выключить свет, потому что у нас идёт съёмка, поэтому я вам предложу сейчас закрыть глаза при помощи завязывания глаз в платочку. Хорошо? Я дам вам пледы, для того, чтобы вы могли накрыться и чувствовать тепло. Попрошу сейчас моего помощницы мне это принести. Да, спасибо вам большое. Так, ну что, накрываемся пледиками. Держите. Копю. Так, можно завязать глазки. Попробуйте занять удобное положение. По мере того, как я буду читать медитацию, вы можете задавать себе вопрос, а удобно мне или нет, и менять положение тела более удобно. Хорошо. Итак, начнём. Сделайте свободный вдох, длинный, тёплый, мягкий выдох. Сосредоточьте сейчас всё своё внимание на вдохе и на выдохе. Почувствуйте, насколько у вас глубокий вдох и длинный выдох. Есть ли разница звуков на вдохе и на выдохе. Попробуйте услышать, есть ли пауза между вдохом и выдохом. Теперь попробуйте сделать глубокий-глубокий вдох и на длинном, мягком, тёплом выдохе постарайтесь расслабить полностью веки. Инические морщинки между бровями, щёки. Щёчки становятся мягкими. Почувствуйте, как расслабляются ваши губы, расслабляется нижняя челюсть. Вы совсем не хотите прижимать её к верхней челюсти и она у вас тянется в унис. Ваши губки становятся мягкими, нежными, как у младенца. Язык кажется настолько расслабленным, что по ощущениям кажется, что он занимает всю ротовую полость. Он кажется большим и объёмным. Почувствуйте, как на выпихе расслабляется ваша шея. Может быть, вам не хочется держать вашу губу. И она опускает тему всю нижь и нижь. Так, а сейчас мы будем возвращаться в нашу комнату. Я досчитаю до пяти. И вы будете просыпаться. Один. Два. Три. Четыре. Опять. Можно пошевелить ручками, ножками, сделать губокий вдох. И можно снять повязки или их не снимать. Ой, боже мой, какой яркий свет. Яркий сразу, да? Какие ощущения были до момента, пока не изменилось? Ощущение, хотелось очень сильно спать. Прямо погружение в сон идет, вообще прям в сон. Расслабление. Да, действительно, прям ты вот чувствуешь и как-то вот все постепенно, действительно, все как-то расслабляется, расслабляется, но хочется спать сразу же. Вот я думаю, ну, нужно же, наверное, не в сон уходить, а именно просто в спокойное состояние. Потому что на в сон уходить. В сон? Да, в сон получается. В рот тоже на в сон уходить. Все. Так, Ильбет, какие были ощущения? Ну, чем все, которые были в голове, они ушли и как-то получилось отпустить все, освободили голову и прям действительно такое расслабление и даже в какой-то момент во время медитации, мне кажется, я увидела своего ребенка, когда его вот прикладывали в медитациях к себе. Здорово. Вот, смотрите, медитация помогает нам просто отключить наш рост, помогает нам расслабить наше тело и, соответственно, помогает нам снизить болевые ощущения, помогает нам снизить время родов, это побочные результаты гипноза в родах и, конечно же, дает очень действительно классный эффект. Поэтому в родах нужно спать, между схватками спать, на схватках нужно расслабляться и гипноз в родах этому помогает. Ну, что, мои хорошие, я думаю, что вы вместе с нами тоже помедитировали, вы тоже отдохнули, поэтому учитесь самой гипнозу в родах, это инструмент, который вам поможет не только в родах, этот инструмент поможет вам снизить уровень послеродовой депрессии, этот инструмент, который поможет вам быть более спокойной мамой уже после родов, когда вы будете ухаживать за своим малышом, ну и, конечно, в жизни этот метод вам тоже пригодится. А с вами была Ольга Суворова, до следующих встреч, всем пока!